Научиться договариваться с коллегами, стать лидером и профессиональным управленцем. 28 начальников и сотрудников отделов образования муниципальных администраций приняли участие в тренинге «Управленческий минимум». Наставники-участники конкурса «Лидеры России» Константин Слободянек и Юрий Зобов. Здесь нет простых решений. Здесь, скорее всего, очень важен общий тон, как мы разговариваем с людьми и как люди нас слышат, и как мы их слышим. Это как раз функция лидера – слышать людей и брать на себя ответственность за какие-то вещи. И второй момент очень важный – это видение того, каким это должно быть в будущем. Вот здесь мы сейчас вместе пытаемся вот такое видение выработать. Обучение необходимо. В регионе готовятся работать в рамках новой стратегии образования. Ее разработали на федеральном уровне до 2030 года. Участники тренинга – люди современные, готовые к переменам. «Действительно стало время перемен. То, что происходит сейчас, мы видим, существующая действительность, она приводит к тому, что нужно научиться, уметь принимать действительно стандартные решения. Во-первых, и уровень персонализма меняет свое направление в развитии. Мы это ярко видим сейчас, буквально когда проводили сейчас практические занятия». Тренинги не только дают теоретические знания, но и помогают отработать их на практике, принимать решения, опираясь на свой опыт и взаимодействие с коллегами, отметили участники. «Я надеюсь, что два дня совместной работы дадут нам возможность не только ближе познакомиться, потому что образование в зависимости от муниципального района тоже представлено и разными кадрами, и разным уровнем, и разным качеством образования, но и мы сможем получить новые компетенции для решения настоящих задач. Обучение уже провели также в Курганской и Липецкой областях.